Уважаемые коллеги, здравствуйте! Я приветствую вас на канале выставки Хит Электро. Пожалуйста, успейте зарегистрироваться на выставку, регистрация уже идет. Зарегистрировавшись, вы будете получать рассылки. Конечно, мы не будем слишком часто их присылать, но эти рассылки очень важны, потому что они будут свидетельствовать о каких-то новостях, о каких-то новых экспонентах. И вы таким образом сможете лучше оптимизировать свое время и больше информации получить о выставке. Это практическая информация. Также я прошу подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забыть поставить лайк этому видео, чтобы полезная информация как можно больше распространилась среди интересантов на рынке. Мы сегодня возьмем очень сложную, но очень актуальную тему. Это российско-китайские отношения, конечно же, в части оборудования. Поговорим именно о каких-то и больных точках, и перспективах. Потому что всегда в любом процессе есть то и другое. Я представляю нашего спикера. Это Павел Андреевич Вастюрданинов. Ответственный секретарь российской части российско-китайской палаты по содействию торговли машинно-технической и инновационной продукции. Член комитета РСПП по международному сотрудничеству. Павел Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Я рад приветствовать вас, руководство организационной компании «Гефера» и всех зрителей, которые нас сегодня смотрят. И я надеюсь, что среди них много участников будущей выставки. Да, вот как раз хотелось еще раз вас поблагодарить за то, что вы прекрасно провели целую сессию на прошедшей выставке, которая была в октябре 2022 года. А следующая выставка, я напомню, состоится в октябре уже этого 2023 года, также в экспоцентре. За конкретикой прошу обращаться на сайт и зарегистрироваться. Но расскажите, пожалуйста, как для вас прошла та сессия, то есть удалось ли вам получить все те намеченные цели, достигнуть их, которые были? Удалось ли осуществить какой-то продуктивный диалог, и может быть, кулуарный в том числе диалог? Вот расскажите немножко подробнее. Начнем с того, что 2022 год мы все-таки проводили мероприятия в ковидное время. Многие ограничения были препятствующими для проведения полноценного мероприятия, и китайская сторона, конечно, мало присутствовала в залах экспоцентра, потому что не все смогли приехать. Хотя мы были очень рады тем компаниям, которые прислали своих представителей, и, соответственно, они у нас выступали и рассказывали о возможностях работы с Китаем. Конечно, мы подключали по Zoom наших коллег и руководителей китайской части, выступали и председатель китайской части Джан Уйдзин, ответственный секретарь китайской части господин Шэн Гафэй, которые рассказали о вообще большом интересе китайских производителей работать с российскими предприятиями. И мы надеемся уже в этом году их увидеть лично на площадке форума и, соответственно, экспонентов, которые покажут весь ассортимент продукции, которые интересны российским потребителям, увидим вживую в залах экспоцентра на Красной Пресне. Спасибо большое. И чуть-чуть подробнее, что нам ждать в этом году от вашей программы, потому что она также состоится, и мы ее очень ждем. Да, мы, безусловно, готовимся к этой выставке. Соответственно, деловую программу мы наполним не только выступлениями самих производителей и покупателей продукции в России, предприятий, которым требуется модернизация производства, которые хотели бы какие-то новые линии и новые узлы установить у себя в цехах. Мы еще пригласим экспертов, во-первых, по стандартизации, экспертов по сертификации. И, конечно же, обычно всегда в наших мероприятиях участвуют организации, которые в цепочке выполняют функции логистов, таможенных брокеров и, конечно же, посредников авторизованных компаний, которые осуществляют поиск и юридическую поддержку проектов российско-китайского промышленного сотрудничества. Поэтому постараемся дать более полную картину всем участникам мероприятия о том, какие шаги необходимо сделать для того, чтобы установить прямое сотрудничество. Это вообще очень важная тема, поскольку не все предприятия имеют в своем штате специализированные партаменты, которые отвечают за международное сотрудничество, переводчиков, юристов международного права или специалистов в закупках иностранного оборудования. Поэтому эти компетенции мы предоставляем посредством авторизованных партнеров российско-китайской палаты. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, как развиваются с вашей точки зрения российско-китайские отношения в области оборудования для предприятий ЖКХ? Во-первых, это очень важная тема для страны. И, конечно же, в сложившейся обстановке ковида и всех остальных наших стоятельств, мы, конечно же, пытаемся обеспечить бесперебойную поставку оборудования в Россию, чтобы не было пустых складов или же запасных частей, всегда было в достатке. Конечно, здесь в первую очередь высокотехнологичное оборудование, это лифтовое оборудование, это теплоэнергетическое оборудование. Компании, которые готовы поставлять в Россию технику, конечно, у нас в прямой связи. В Китае достаточно много производств в разных провинциях, которые могут обеспечить российские предприятия данным оборудованием, но не все могут также присылать сюда специалистов для консультата, потому что если закупки идут по государственному контракту, то необходимо выполнять обязательные требования, в том числе с выездом российских экспертов в Китай. Это не всегда возможно делать среднему и малому предприятию, выигравшему тендер, поэтому здесь мы осуществляем помощь и предоставляем контакты авторизованных центров, находящихся в Шанхае, в Сиане и в других провинциях, которые могут часть или полностью под ключ осуществить данные процедуры. Поэтому мы постараемся не только на конференции, но и в живом личном общении при ее подготовке с участниками выставки и экспонентами переговорить о возможностях начала работы с новыми поставщиками из Китая, теми, кто еще пока с нами не работает. Ну а для тех, кто уже постоянно общается с китайскими предприятиями, мы осуществляем поддержку в юридическом плане, в плане поддержки расширения ассортиментного перечня и административного ресурса. Вы на мой следующий вопрос уже, на самом деле, в нескольких ответах уже практически ответили. Насколько интересен рынок наш Китаю и, собственно, почему? И влияют ли санкции на этот интерес? Есть ли какие-то запреты? Вы знаете, Китай на самом деле очень большой и разные провинции ориентированы на разные страны. Да, действительно, санкционные минусы существуют и при общении с китайскими производителями. Это в основном происходит тогда, когда корпорации, производящие то или иное оборудование, больше ориентированы на западные рынки. Также это относится и к банковской системе Китая. Поэтому здесь нам важно грамотно провести консультативную работу. И провинции, допустим, которые расположены севернее, такие как Хэлудзян, Хэбэй и прочие, они ориентированы на российский рынок. И те банковские структуры, которые осуществляют поддержку российско-китайских проектов, активно работают по этим контрактам. Ну, что касается самих предприятий, то здесь важно правильно сформулировать от российского предприятия заявку на такую поставку для того, чтобы китайские наши партнеры могли ее правильно обработать. Поэтому мы создали в российско-китайской палате координационный центр по импорту и экспорту, который поможет вам такую заявку сформировать. Главное, от инженерной группы вашего предприятия предоставить техническое задание для выполнения данной задачи. Наоборот тогда. Интересна ли российская продукция в Китае? Да. Значит, китайцы активно работают и расширяют свои ассортиментные ряды и создают совместные различные новые предприятия. Мы сейчас ведем переговоры по разным направлениям экономики, где в этих проектах присутствуют российские разработки и российские производители. Это и биотехнологии, это и оптика, и лазерная техника. Здесь очень активно работают наши государственные корпорации. Также мы готовим презентационные площадки для того, чтобы российское деловое сообщество увидело платформы в Китае для развития своих проектов. Потому что зачастую инвестиции из Китая, о которых очень много говорят, но которых мало в России, можно получить в самом Китае, организовав совместные предприятия. Для этого Китай активно организовывает свободные экономические зоны. И в этих зонах российские предприятия могут обеспечить своим разработкам инвестиционные вложения от китайских предприятий. Хорошо работают и у нас особые инвестиционные зоны в разных федеральных округах. Мы сейчас также активно их презентуем китайской стороне. И я надеюсь, что вот эта дорога в обе стороны у нас будет функционировать достаточно хорошо. И пищевая промышленность, машино-техническая, электронная, прежде всего, является предметом нашей деятельности в настоящее время. Спасибо большое. А ваш личный прогноз развития российско-китайских отношений, конечно, в области ЖКХ, в области оборудования для ЖКХ? Ну, вы знаете, во-первых, ЖКХ, конечно, является одной из приоритетных направлений и задач деятельности Российско-Китайской палаты. Но, в общем, я хотел бы сказать, что мы сейчас вместе с китайскими коллегами закладываем базис для движения на десятилетия вперед. Если раньше это было общение больше в одну сторону, китайские предприятия предлагали россиянам свою продукцию и зачастую получали отказ, потому что в России была сложившаяся такая ситуация по закупкам в различных странах продукции. То сейчас, в связи с разными нашими обстоятельствами, мы предлагаем большее количество продукции из Китая, больший ассортимент, и российские предприятия стали знакомиться с ним. И, соответственно, чем больше знакомятся с качественным и высокотехнологичным оборудованием российские руководители и специалисты, тем больше закупок происходит уже в этом году. И мы увидим неуклонный рост продаж общей торговли между Россией и Китаем. И уже в прошлом году Россия с Китаем преодолели рубеж в 190 миллиардов долларов оборота. Надеюсь, что мы в этом году гораздо превысим плановую цифру в 200 миллиардов. И это зависит именно от работы наших всех совместных предприятий, интереса российских руководителей к технике из Китая. А дело палаты предоставить информационную и консультативную возможность ознакомиться как можно с большим количеством доверенных предприятий, с которыми безопасно с точки зрения делового сотрудничества иметь дело. И, соответственно, хотя бы в какой-то степени обеспечить возможность дальнейшего с ними сотрудничества без негативных моментов, которые были в прошлом. Конечно, мы здесь хотели бы обязательно рассказать о том, что в предыдущие годы без консультативной такой помощи российские предприятия напрямую контактировали со многими китайскими партнерами. И не зная обычаев, и не зная делового оборота, и не зная сами предприятия лично, иногда получали отрицательный результат. Это легко, достаточно можно исправить путем консультирования в специализированных центрах, которые организованы и российским экспортным центром, московским экспортным центром, если это московские предприятия, а также нашими различными структурами, которые активно расширили свое присутствие в Китайской Народной Республике. Спасибо вам большое, Павел Андреевич. Мы уже с нетерпением ждем нашей встречи непосредственно на выставке, чтобы услышать более подробно экспертов. Также я напоминаю, чтобы увидеть новые видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Мы не последний раз встречаемся с Павлом Андреевичем в эфире, и более подробно обсудим, может быть, какие-то моменты. Что бы вы хотели услышать, пожалуйста, напишите в комментариях, мы обязательно разработаем эту тему. Ну а я прощаюсь с вами, очень скоро увидимся на хит-электро в экспоцентре. Продолжение следует...